бисмиллах ассаляму алейкум сегодня я хотел бы рассказать про виды отелей виды отелей то есть звездность отелей что отелей бывает 5 категорий 5 категорий отелей первая звезда вторая звезда третья звезда 4 5 звезда да и все они отличаются например вот мекки вот пятизвездочный отель в котором сейчас мы как бы находимся вот это пятизвездочный отель мэриот центре города шикарный отель новый отель рядом есть рядом есть отель хилтон но он с четырьмя звездами сейчас в принципе уже на звезды мало кто смотрит мне кажется вот так смотрят на уровень отеля уровень местоположения отеля на примере вот мекке я вам могу сказать многие отели специально занижены потому что за каждую звезду нужно платить денег отель платит за каждую звезду деньги то есть здесь например 4 звездочный отель ты ежегодно платишь сертификат чтобы у тебя на целый год сертификат был и 4 звездочный например он платит 100 100 тысяч реалов а 5 звездочный двадцатка сверх то есть 120 тысяч реалов извини подвинься ты должен заплатить из-за этого многие отели они видят что у них раскрученная база что уже народ идет люди знают что это за отель так вот этот мэриот там свои клиенты и они могут не париться уже то есть они проработали несколько лет и у них уже очередь клиентов они берут просто-напросто давай сделаем 4 звездочный или например там может быть ремонт какой-то или еще что-то чего-то не дотягивает он до пяти звездочного он хочет быть пяти звездочным у него в нем там какие-то сейчас на данный момент какие-то реконструкции или еще что-то по этому не проходит он по стандарту и ему дают но возьми ладно в этом году у тебя будет свидетельство там шагада здесь его называют тассарих разрешение у него на 4 звезды ему рисуют 4 звезды хотя отель по всем параметрам пятизвездочный в общем вы в своем городе находите какие у вас отели есть выписываете блокнот отели есть одна звезда столько отелей две звезды столько отелей три звезды столько отелей вы выписываете все эти отели и делайте обзоры отели есть разные даже пятизвездочные но они разные есть отели поэтому вы должны уже в этом как бы разбираться вы когда заходите изначально в отель там сразу на стене будет висеть свидетельство регистрация и там или например этот висит прям просто звездами обозначено пять звезд вы увидите или четыре звезды или одна звездочка висит вы сразу скажете о это одна звезда а вот этот отель две звезды а вот это три звезды то есть вы в отель когда заходите в любой отель или например на букинг вы заходите смотрите и там обязательно у название название отеля там сразу нарисованы несколько звезд у одного две звезды нарисована у другого три звезды нарисованы там не пишут они этот отель три звезды там просто звездочка значочек стоит значок звездочка но и ты уже понимаешь а мы сейчас имеем дело с трех звездочным отелем что же давайте иногда бывают такое что однозвездочный отель у него одна звезда но уровень они даже директора говорят но наш уровень три звезды или четыре звезды и ты действительно заходишь действительно там шик все красота они просто держат марку звезда у него одна и он не может выше взять по каким-то там может быть причинам одна из причин я вам сказал что вот эти за звездность тебе дают повышенную ставку а может быть наоборот может быть пятизвездочный отель вот у меня есть один пост про шугада отель шугада но он старый уже отель это самый древний наверно отель так когда было время когда на одной улице стояло 23 отеля таких и они гремели самые такие пятизвездочные остальные вокруг все такие пешки маленькие отели не такой уровень но при проходит время что все этот шугада прошло двадцать лет тридцать лет но он состарился и все все уже состарился все у него там шпингалет и даже окна там открываешь через шпингалет какой-то но это уже не тот но пятизвездочный хотя я бы вот например зашел и я бы сразу сказал ребята все на извините но на пятерку он не тянет может быть да еще там вестибюль там может быть но комнаты уже не тянут на пятерку поэтому когда вы будете уже работать с отелями естественно вы будете разбираться вы будете разбираться вы будете спрашивать хозяев вы будете спрашивать работников а это что а это что а почему так а почему так а почему тапочек нет пятизвездочная почему тапочек нет а где утюг пятизвездочный у некоторых пятизвездочных даже не только утюг микроволновка стоит стиралка стоит как вот у нас здесь один отель есть шератон Люди просто как дома Чувствуют себя как дома Холодильник большой Там стиралка огромная Два туалета отлично Там кухня, спальня Все отдельно, раздельно Зал Это уже ты чувствуешь себя Просто-напросто дома Как дома Ну на этом все Я вам самое главное Рассказал что бывают какие отели И вкратце я вам сказал Какие есть нюансы Что ж, до следующего видео